ЕГЭ по математике профильный уровень задания номер 7. На рисунке изображен график функции y равная f от x одной из первообразных некоторой функции f от x. Определенно на интервале минус 3,5. Пользуясь рисунком, определите число корней уравнения f от x равно 0 на отрезке от минус 2 до 4. Функция f от x называется первообразной для некоторой функции f от x. Сразу запишем это. Если ее производная, то есть производная f' от x равна f от x. По условию f от x равно 0. Это значит, что можно подставить вот в это уравнение, которое нам дано по условию, f' от x так и запишем. Вот таким образом. То есть нам нужно найти число корней вот такого в итоге уравнения. А как это сделать? Нам дан график функции y равная f от x. А нам нужно найти такие точки, производная в которых равна 0. Мы знаем, что производная равна 0 в точках экстремума для данного графика. Покажем эти точки сначала на графике. То есть вот они точки экстремума. Точнее сказать, абсциссы этих точек являются точками экстремума. Но вот действительно, если мы сейчас касательные в этих точках проведем, то касательные будут параллельные оси абсцисс. Тангенс угла наклона равен 0. Угловой коэффициент равен 0. А значит производная равна во всех этих точках 0. А это значит, во всех этих точках, в точках экстремума, покажем их. На самом деле, еще раз повторю, когда мы говорим о точках экстремума, мы должны говорить об абсциссах этих точек. То есть вот мы должны провести тогда перпендикуляр, и вот это одна, например, точка, вот это вторая точка, третья точка, ну и так далее. То есть понятно, что количество вот этих точек имеет то же самое число, естественно, абсцисс. То есть получается, сколько точек, столько и вот этих вот координат у этих точек. То есть на самом деле мы считаем количество значений переменной x, соответствующие каждой из этих точек экстремума. А теперь нам нужно не забыть еще и учесть отрезок, на котором мы должны посчитать количество этих точек. Отрезок у нас от минус 2 до 4. Покажем точку минус 2, вот она у нас. И от минус 2 до 4 мы должны рассматривать наш промежуток. То есть вот она точка 4. А это значит, первые две точки не войдут, потому что абсцисс этих точек не попадают на наш отрезок. Все остальные точки нас устраивают. Посчитаем их количество. Одна точка, так, эту мы уберем. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть получается, что данное уравнение, а значит и исходное, имеет десять корней. Запишем число 10 в ответ. Пишем ответ. В ответ мы пишем количество этих точек. Десять. Задача решена. Задача решена. Спасибо.